Приветствую, друзья, в Саммари-клубе портала обучения и саморазвития. Сегодня мы кратко познакомимся с мега популярной, а главное и мега полезной книгой Гэри Чепмэна «5 языков любви». Книга «5 языков любви» уже распродана в 40 странах мира суммарным тиражом свыше 5 миллионов, является бестселлером New York Times, а также пособием по личному развитию, направленному на то, чтобы помочь людям найти решение эмоциональных проблем в отношениях. Ну а сам Гэри Чепмэн на сегодня – один из самых популярных авторов книг по взаимоотношениям. Родом он из Америки, но его книги, разумеется, переведены на множество языков. Он также является руководителем компании, консультирующей пары по семейным вопросам и ведет свою собственную радиопрограмму, которая также посвящена обсуждению отношений и брака. Более того, и своим личным примером Гэри Чепмэн подтверждает концепцию счастливых отношений. Его брак с супругой длится уже 47 лет. Вместе с супругой они вырастили двоих сыновей и сейчас вместе радуются внукам, так что к рекомендациям такого человека стоит прислушаться в вопросах любви. Итак, в книге «5 языков любви» Гэри Чепмэн утверждает, что влюбиться достаточно легко, а вот построить продолжительные счастливые отношения невероятно сложно, особенно в современном мире. Проблема в том, что многие отношения заканчиваются после прохождения периода влюбленности. Вы стараетесь показать супругу свою любовь, а он как будто ничего не замечает. Может быть, вы просто говорите на разных языках? Возможно, ваш муж хочет, чтобы вы проводили с ним больше времени, а вы вместо этого каждый вечер готовите роскошный ужин из трех блюд. Действительно, не каждый человек знает, как изъясняться на понятном для своего партнера языке любви. Существует множество статей, книг, а также теле и радиопередач на тему взаимоотношений. Однако, несмотря на это, многие пары все равно не могут найти секрет сохранения брака, так как они все время забывают про одну очень важную истину. Мы чаще всего не понимаем и не принимаем любовь и заботу друг друга, так как говорим на разных языках любви. Не напоминает вам ничего из своих собственных отношений? Собственно, именно поэтому мы и приготовили краткое summary по этой актуальной и действительно очень много проясняющей в отношениях книге 5 языков любви. Многие недооценивают эту проблему и большая часть людей с детства говорит на языке своей семьи. В дальнейшем многие из нас прилагают значительные усилия, чтобы выучить иностранный язык, который становится для нас вторым. А вот если мы встречаем человека, который говорит на другом языке, между нами возникает языковой барьер. Чтобы эффективно общаться с представителями иных языковых культур, нам необходимо выучить их язык. То же самое примерно и к любви. Ваш язык любви и язык любви вашего партнера могут отличаться также как русский и английский. Поэтому нам нужно научиться разговаривать на основном языке любви нашего партнера, чтобы эффективнее выражать свои чувства по отношению к нему. Благодаря своему опыту работы психотерапевта по вопросам семьи и взаимоотношений автор выделил 5 основных языков любви и типов людей, которым они больше подходят. Первый язык любви – это слова поощрения. Язык любви для таких людей – это слова в разных вариантах, ободряющие слова, слова поддержки, уважительные просьбы и выражение благодарности. Слова помогают таким людям почувствовать свою значимость для другого человека. Если они не слышат слов благодарности, то они ощущают себя любимыми. Поэтому чаще хвалите такого супруга, чтобы доставить ему радость, чтобы увеличить эффект от положительных слов. Сделайте комплимент своему супругу в присутствии коллег или родственников. Расскажите другим людям что-нибудь хорошее о нем. Это доставит огромное удовольствие поднимать значимость в обществе и среди знакомых, и ваша вторая половинка будет просто без ума от вас. Второй язык любви – это время. Для таких людей важнее всего, как можно чаще проводить время с партнером. Причем важна именно совместная деятельность, общие дела, а не просто физическое присутствие рядом. Ведь два человека могут находиться в одной комнате, но не быть вместе. Вместе проводить время означает целиком отдавать кому-то свое внимание. Главное для такого человека ощутить, что вы вместе, что вы уделяете друг другу внимание, а общее дело помогает это почувствовать как можно яснее. Совместные дела могут быть любые, например, занятия спортом или танцами, работа, отдых на природе, вообще любое занятие, создающее чувство близости. Третий язык любви – это подарки. Существуют и такие люди, которые видят в подарках основное выражение любви. Потому что подарки – это визуальное воплощение мысли человека. Ведь, чтобы подарить человеку подарок, необходимо думать о нем. Кроме того, подарок – это явный признак того, что человек вам не безразличен. Это зримый и физически ощутимый символ любви, имеющий эмоциональную ценность. Поэтому, если родной язык вашего супруга – подарки, то ему дорог каждый ваш подарок, так как он видит в нем любовь. Человеку, говорящему на этом языке любви чаще всего безразлична материальная цена подарков, а более важно – внимание. Ну и, конечно, если подарки так важны для вашего супруга, то вы должны научиться дарить их. По мнению автора, книги – это самый легкий язык. Подарок можно купить, найти или даже смастерить самостоятельно. Четвертый язык любви – это помощь. Хорошо, если человек, чей язык любви – помощь, умеет озвучивать свои просьбы. В противном случае партнеру сложно будет ему угодить, но всегда можно спросить, чем тебе помочь. И это станет самым искренним подтверждением чувств для человека, говорящего на языке помощи. Помощь, которая требует ваших времени и сил, когда вы делаете что-то для другого человека, является явным выражением любви. Такие действия, как кошение травы, уборка на кухне, купание детей и гуляние с собакой являются примерами проявления заботы. И, естественно, ваш супруг или супруга, принадлежащие к этому типу людей, будут вне себя от счастья, если вы начнете помогать ему или ей максимально часто. А вот если вы будете постоянно косить от своих обязанностей, то стоит ли говорить, человек почувствует, что ваша любовь к нему или к ней уже охладела, а ваша семейная жизнь после этого достаточно быстро разладится. Пятый язык любви – это прикосновение. Многие мужчины и так считают, что прикосновение – это их язык любви, так как они часто путают его с похотью. Но любовь через прикосновение – это не только интим. Для человека, чей язык любви – это прикосновение. Очень важны поцелуи, объятия, мимолетные касания и иной тактильный контакт. Если человеку жизненно необходимо, чтобы его ежедневно обнимали, держали за руку или целовали, то его язык – это точно прикосновение. Соответственно, как вы видите, очень важно знать язык любви вашего партнера. Если вы хотите пополнять запас его любви и благосклонности к вам, тогда он или она будут чаще чувствовать, что вы их любите, и ваша семейная жизнь будет куда более долгой, а главное – счастливой. Обращайте внимание на язык жестов вашего партнера в процессе разговора. Если ваш партнер любит получать подарки, постарайтесь чаще делать или покупать что-то для него. Ну а если ваш партнер постоянно просит вас сделать что-то для него, значит ему важно понять, что вы его по-прежнему любите. В общем, вы поняли, составьте список и начинайте выполнять пункт за пунктом. Но если и не все, то как минимум покажите, что стараетесь и для вас его или ее просьбы очень важны. Вы не поверите, но иногда и этого может быть вполне достаточно, чтобы сделать своего любимого человека по-настоящему счастливым. Ведь нередко важно не ваше выполнение просьб, а ваше отношение к ним. Ведь именно так ваш партнер может даже подсознательно для себя самого проверять насколько вы его любите. Это, так сказать, небольшой тест, который вы должны пройти, чтобы сохранить теплые отношения со своей второй половинкой максимально надолго. В противном случае человек может перестать чувствовать, что вы его любите, даже если вам кажется, что вы все делаете правильно со своей стороны. Может быть от вас ждут частых прикосновений или помощи по дому, а вы вместо этого дарите подарки. Это конечно тоже приятно, но это приятно больше именно вам, а не вашей второй половинке. Поэтому он или она рано или поздно это почувствует, что в отношениях вы любите именно себя и не замечаете настоящих потребностей своего избранника или избранницы. В общем, если вы будете пытаться говорить о чувствах на своем языке, а не на языке вашего партнера, то все равно он рано или поздно подсознательно начнет чувствовать от вас холод и пренебрежение. При этом вы сами можете даже не понять, что сделали не так, а ваш любимый человек также может быть не в состоянии объяснить это вам доступным языком. Собственно, как и происходит в большинстве современных, постоянно распадающихся по этой причине семей. Вам кажется, что вас любят меньше, чем раньше или вашему избраннику, что ваша любовь охладела. Так вот, теперь вы знаете, в чем основная причина. Ну и конечно, выясните также и свой собственный язык любви, чтобы ваш партнер также мог более качественно удовлетворять и ваши потребности. Так как счастливая и крепкая семья будет невозможна и в этом случае. Как определить свой язык любви? Чтобы определить свой язык любви, нужно честно ответить себе на три вопроса. Что причиняет вам большую боль? Отсутствие помощи, подарков, слов, поощрений или прикосновения от партнера? Или когда вам кажется, что супруг уделяет вам недостаточно времени? О чем вы чаще всего просите партнера? Как вы сами чаще всего выражаете свою любовь? Те же вопросы стоит задать и своему партнеру. Хорошо, если в выражении любви вы совпадаете. Если же нет, стоит осваивать не только собственный язык, но и языки любви друг друга. Иначе беда. Ну, вы сами понимаете. Вот, собственно, это и есть основной наш вывод из книги «5 языков любви» Гэри Чепмана. Надеюсь, это Сэмори поможет вам понять ваш основной язык любви, а также основной язык любви вашего партнера, чтобы вы смогли максимально эффективно выражать свои чувства по отношению друг к другу. А также советуем посмотреть у нас на канале Сэмори и другие книги по отношениям. Особенно одно из самых нашумевших в мире мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Все ссылки ищите в описании и первом комментарии на YouTube. Также пишите вопросы, дополнения и что хотите увидеть в следующий раз. Мы читаем все комментарии. А дальше смотрите и другие интересные видео на канале, и супер короткие минутные выводы в Telegram, Instagram и TikTok, а также детальные впечатные версии на сайте. Ну а на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на наш Самори-клуб экспресс-обучение и саморазвитие, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме. Давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас, развивайся вместе с нами. Ну и конечно, заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканала и по ссылкам в описании. Всем добра!